Доброго времени суток, дамы и господа! Это видео является шпаргалкой. Здесь я собрал способы перезагрузки ноутбука, если он начинает глючить или зависать. Добавляйте в избранное, в закладки делитесь с друзьями и подругами. Рано или поздно ролик вам пригодится. И да, скорее всего, многое из того, что я здесь собрал, вы уже знаете. Но не все и не все. Погнали! Горячие клавиши для перезагрузки на Windows Если у вас какая-то из программ зависла намертво, может быть это игра, может быть это рабочий софт, может быть вы увлекаетесь каким-то хобби и специфичная программа подвисла, зажимаем Windows Plus D. Это позволит нам выйти на рабочий стол и свернуть абсолютно все открытые приложения, даже если они зависли. Далее зажимаем Alt Plus F4. Эта же комбинация может вам позволить экстренно закрыть программу, либо она вызывает окошко, в котором можно либо перезагрузиться, либо завершить работу, либо уйти в спящий режим. Важный момент. На многих ноутбуках клавиши F1, F2, F3, F4 и так далее отвечают за мультимедийные функции. Поэтому возможно вам придется зажать Alt Plus Fn Plus F4. Так что не стоит пугаться, если вы нажимаете Alt Plus F4 и у вас не работает. Попробуйте с Fn. И еще один вариант, зажав Windows Plus X. Слева снизу у вас появится контекстное меню с кучей возможностей и почти в самом низу. Также завершение работы, либо перезагрузка, либо выключаемся полностью. Горячие клавиши перезагрузки для macOS. Ctrl Plus Power, то есть клавиша питания, вызывает то же самое окошко, что и на Windows. При зажатии Alt F4 на рабочем столе. Либо перезагружаемся, либо завершаем работу, либо спящий режим. Либо зажимаем Ctrl Plus Command, плюс клавишу питания. Это принудительная перезагрузка. То есть вообще ничего делать не нужно. Сразу перезагрузимся. Более интересный способ перезагрузка ноутбука при помощи командной строки. На Windows. Для тех, кто не знает, как вызвать командную строку от имени администратора. Зажимаем клавишу Win. У вас появится окошко поиска. Там набираем CMD. Появится пункт запуск командной строки от имени администратора. Кликаем. В появившемся окошке набираем вот такую команду. И делаем серьезное лицо, как будто вы абсолютно профессиональный программист. Перезагрузка с помощью командной строки на macOS тоже есть. Нужно будет зажать Ctrl Plus пробел и провалиться в меню Spotlight. В поиске набираем английскими буквами терминал. Нажимаем Enter. Откроется окошко, похожее на командную строку из Windows. Набираем уже вот такую команду. После чего нажимаем Enter. Часто для этого приходится ввести еще пароль администратора MacBook. Но вы же пользуетесь Apple. Бывают ситуации довольно часто, когда ноутбук зависает намертво. То есть у нас нет возможности не попасть в командную строку, не вызвать какое-нибудь меню, либо что-то закрыть. То есть вообще ничего не работает. Тогда можно принудительную перезагрузку сделать при помощи клавиши питания. С оговоркой, этот метод использовать не рекомендуется, потому что чревато последствиями. Из-за резкого отключения питания вы можете потерять несохраненные данные. Какие-то файлы могут повредиться, либо вообще появятся проблемы с SSD-шником или жестким диском. Конечно, вероятность того, что что-то случится крайне мала. Современная техника к таким манипуляциям готова. И несмотря на то, что не рекомендуется это делать, я делал это сотню раз. И всего один случай мне вспоминается, когда действительно были последствия, и то они были незначительные, и справилось на раз-два. Так что только в крайнем случае. Зажимаем клавишу питания примерно на 5-7 секунд. И MacBook, и Windows Notebook, и Ultrabook, и Google Book. Все перезагружается. Эта же тема работает абсолютно со всеми устройствами, и со смартфонами, и с планшетами абсолютно везде и всегда. Ну и прям совсем жесткач. Можно попробовать вытащить аккумулятор. Это прям логично. Первое, что приходит в голову, когда что-то зависает. Это еще хуже, чем предыдущий метод. Это прям совсем капец. Но не забываем вытащить из розетки наш ноутбук, если вы собираетесь вынимать аккумулятор, потому что это тоже чревато последствиями. Также проводим аналогию с перезагрузкой через клавишу питания. Мы можем потерять какие-то файлы, либо получить битые файлы, либо что-нибудь произойдет с внутрянкой. Но не факт. Вытаскиваем аккумулятор. Вставляем не сразу. Важный момент. Потому что важно, чтобы все комплектующие внутри ноутбука истощили заряд. То есть он полностью разрядился. И буквально секунд через 20 вставляем аккумулятор. Если нужно, подрубаем к розетке. И включаем. Скорее всего, мои подписчики загидают меня помидорами и яйцами, потому что это все знают. Однако, многие из вас не умеют перезагружать ни компьютер, ни ноутбук через командную строку. И даже я не знал горячие клавиши. То есть, как бы, Alt F4 я знал, но, например, Windows Plus X я никогда не использовал. Потому что это же меню можно вызвать, тупо нажав правой кнопкой мыши на пуске. Но когда у вас все зависло, и, например, мышка не работает, клавиатура выручает. А именно, горячие клавиши. И это нужно запомнить, потому что действительно может пригодиться. Как я и говорил, коротенький видос, шпаргалка, сохраняйте, добавляйте в избранное, в закладки делитесь. Все, прощаемся, но ненадолго. Как всегда, крепкого здоровья, отличного настроения. До скорого.